Дыра в кирпичной кладке видна невооруженным глазом. Посыпалась верхняя часть дымохода в начале года. Если ее не восстановить, она может вообще развалиться, говорят жители. Причем летит кирпич прямо на собственников, гуляющих с детьми у себя во дворе. Была зима, я была в пуховике, упала на капюшон, пол кирпича. Ну не пол, четвертин кирпича. Это же очень опасно. Каждый день сыпется, да. То есть стараемся стороной все это обходить. В этом доме 8 квартир. Отапливаются они за счет газовых котлов, которые из-за разрушения кирпичной кладки дымохода могут сломаться. Ведь камни летят не только с крыши во двор, но и внутрь устройства, предназначенного для отвода продуктов горения. Сыпется постоянно мне в дымоходы. То есть котел стоит импортный, он боится пыли. То есть все это может прийти к тому, что у меня он сломается, а кто мне его будет оплачивать, собственно говоря. Дорогостоящая техника – вопрос второй, говорят собственники. Главное – безопасность. Ведь если дымоход забит, значит последствия могут быть куда более серьезными, чем ремонт импортного котла. Газ может пойти в любой момент обратно в дом. И что там произойдет, о нам Богу известно. Дом может попасть в сводки МЧС. Вот так вот, проще говоря. Будем летать на М7. Специалисты газовой службы подтвердили опасения собственников. Более того, забитый дымоход способствует образованию угарного газа. В народе его называют молчаливым убийцей. Он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. И даже при самой незначительной концентрации смертельно опасен для человека. Угарный газ – это продукт горения, природного газа. Дымоход как раз и нужен для того, чтобы отводить именно продукт горения в необходимых количествах. А он забит, то есть предельная концентрация, которая будет скапливаться в помещении. Проверка газового оборудования и тяги последний раз была здесь в октябре. Обследование проводили только в трех квартирах. Остальные пять не заключали соглашение с газовиками, что, к слову, чревато штрафами для собственников. В январе сюда приходили и специалисты добровольного пожарного общества. По договору с управкомпанией они проводили проверку в местах общего пользования. Нарушений в работе дымохода и вентиляции не зафиксировали. Но ситуация в старом доме может ухудшиться в любой момент. По словам директора управкомпании, восстановить кирпичную трубу хотели еще неделю назад. Но помешала погода. Ремонт по предписанию жилищного контроля должны выполнить до 15 апреля. Будет выполнен частичный текущий ремонт, то есть восстановление разрушенной кирпичной кладки. В принципе, дымоход находится в плохом состоянии, но у нас на 2018 год запланированный уже в программе НЕСЦ капитальный ремонт кровли этого дома. При проведении капитального ремонта, как правило, дымоходы и вент-каналы разбираются полностью, перекладываются полностью кирпичные кладки. Сейчас капитально делать дымоход бессмысленно. Деньги на это требуются большие, а собираемость с восьмиквартирного дома маленькая. А между прочим, двухэтажка нуждается еще и в ремонте фасада, есть трещины и в фундаменте. Алексей Дудин, Евгений Токарев, 6 канал.